Ахалбек Муратов стал седьмым этническим каракалпаком из всех, кто был арестован в Казахстане из-за беспорядков в Нукусе летом 22-го года. Другим шестерым в предоставлении политического убежища было отказано. В своем письме, адресованном членам комиссии, решавшим его судьбу, Муратов написал, что отказ будет для него ожидаемым исходом. Так и произошло. До каких пор внутренняя политика независимой страны в вопросах гуманитарной защиты будет зависеть от позиции руководства другого, такого же государства? В чем тогда смысл идеи нового Казахстана, если на его решение влияет политика старого, по сути, Узбекистана с его репрессиями и геноцидом каракалпаков? Я не ожидаю, что здесь и сейчас, а именно при рассмотрении моего дела, казахстанские власти в лице вас, членов комиссии, изменят свои подходы в этой теме. Ахалбек Муратов был арестован 15 февраля этого года в Алматы. Власть Узбекистана обвиняет его в призывах к массовым беспорядкам и распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и порядку. В марте его арест был продлен на год, то есть до 15 февраля 2025 года. Правозащитники опасаются, что Муратов может стать первым активистом, которого все-таки выдадут узбекским властям. Можно сказать, что ситуация вообще на постсоветском пространстве, на нашей территории, она одна и та же. Власти преследуют своих политических оппонентов с целью послать месседж обществу, что любое инакомыслие преследуется и оно будет преследоваться по всему миру. И поэтому, конечно, они не представляют никакой угрозы. И понятно, что они выражали свое мнение, причем они выражали открыто. У них не было никаких реальных соцсетных угроз в виде людей, в виде оружия. Все предыдущие дела каракалпакских активистов, задержанных в Казахстане по делу о накузских событиях, рассматривались уже после того, как те оказывались на свободе. Тот факт, что Муратову отказали еще до окончания срока ареста, говорит о том, что у него не будет возможности уехать в третью страну. На данный момент Муратов лишен защиты от экстрадиции, и его в любой момент могут этапировать в Узбекистан, прямиком из алматинского СИЗО. Проведение пресс-конференции как с женщинами и также аклбеком в Бюро по правам человека, оно не может считаться как какой-то акт разжигающий или как акт, который напрямую ведет к какой-то дестабилизации или является каким-то террористическим моментом. Как об этом пишется в обвинительных заключениях, которые переданы были казахстанской стороне. Адвокат Муратова уже заявил, что будет обжаловать решение комиссии, и на это у него есть 10 суток. Сам активист в своем письме заявил, что выдвинутые узбекскими властями обвинения абсурдны, и их при желании можно легко опровергнуть. Между тем, правозащитники указывают на то, что Конвенция о статусе беженцев, которую Казахстан ратифицировал в 1998 году, запрещает выдавать иностранцев в страны, где их жизни и свободе угрожает опасность из-за их происхождения или политических убеждений. Тимур Ермашев, Настоящее время, Азия, Казахстан.